Когда мандарины больше не вкусные, гирлянды уже не красивые, а праздничный гусь еден, приходят первые трудовые дни Нового года. Не сказать, что явление внезапное, но ежегодно оно доставляет самарцам моральный дискомфорт. Я считаю, слишком длинные были праздники, надо их покороче сделать. Было тяжело перестраиваться, конечно, после праздников включаться сразу в работу. Но постепенно настроились, работаем. Ну а что, Новый год, классно все, работаем. Я обрадовалась, что мы идем в школу, встретимся с друзьями. И, я не знаю, я просто радовалась. Жизнь, она одна, и, несмотря ни на что, нужно улыбаться и быть счастливым. Хорошая у вас работа или плохая у вас работа, ездить вы на трамвае, как бы то, что всегда нужно относиться ко всему с позитивом. В позитивном расположении духа вышел на работу дизайнер Михаил Трифонов. Еще за несколько дней до начала трудовой недели он занялся йогой, длительными прогулками на свежем воздухе и начал принимать чай на основе лекарственных трав. Напиток Миша готовит на работе в обеденный перерыв и угощает коллег, называя чай энергетиком на растительной основе. В чайник, помимо зеленого чая, добавляются цветы кустарника сагандаиля. В Сибири его называют душистый багульник и характеризует растением, продлевающим жизнь. Трава, которая растет на Алтае и в Высокогорье. Это так называемое белое крыло. Научное название рододендрона Адамса. Спорт, здоровый образ жизни и разгрузочные дни позволили дизайнеру Михаилу Трифонову пережить постпраздничную хандру. Но учитывая разные человеческие психотипы, одного чая на растительной основе может оказаться недостаточно. Кандидат психологических наук Татьяна Никитина рекомендует проживать первые трудовые дни мысленно и настраивать себя на рабочий лад заблаговременно. Здесь очень важно, когда не выходишь откуда, а выходишь куда. Когда я знаю, куда я иду, и мне это нравится, поэтому мне выходить легко. Здесь очень важны три вопроса, которые важно задавать себе. Кто я, куда я иду и зачем. Психологический прием, который позволит выйти из праздничного дзена, прост. Каждый вечер или утро нужно мысленно прокручивать в голове успешные сценарии первых рабочих дней. Вспомнить, к примеру, свое самое грандиозное и счастливое событие жизни. Поймать то ощущение радости и принести его с собой на работу. Специалисты уверены, вас ждет успех. Нужно брать и делать. И у нас всегда есть выбор. Либо мы будем страдать, либо будем себя приводить в какое-то ресурсное состояние. Потому что мы будущее создаем состояние. Психологи утверждают, чтобы полностью влиться в рабочий процесс, человеку нужно максимум две недели. Так что уже к концу января каждый из нас почувствует себя намного лучше. А там и до весны недалеко. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События.